Продолжение следует... Продолжение следует... Вот в чем вопрос у меня. Почему так? Ну, потому что вы же на уровне контроллера пишете метод обработки HTTP запроса. Но этот метод у нас что делает? Он убирает все вот эти проблемы, связанные с... Ну, не проблема, правильнее сказать, а код, связанный с записью ответа, с извлечением параметров запроса. То есть нам не нужно на уровне контроллера об этом заботиться, как в сервлетах. Потому что в сервлетах мы, по сути, сами обрабатывали объект реквеста и объект респонса. Здесь же эта работа возлагается на фреймворк Spring. То есть если мы, допустим, неправильные параметры передадим, да, то он вернет 403-ю ошибку, там, или 400-ю. Если мы не авторизированы 403-ю, да, если неправильные параметры, то 400-ю. Соответственно, если у нас неправильный URL, то 404-ю автоматом Spring вернет. То есть не будет такого, как в сервлетах, опять же, когда просто exception выпадает и все. Все это обрабатывается. А почему обрабатывается? Потому что реализован middleware. Но наш-то обработчик тоже должен возвращать какой-то результат. Вот, и, соответственно, когда вы указали void, да, то у нас результат никакой не возвращается. Ну и это интерпретируется вот в такой результат, что ничего не было получено. Скажите, вот вы как считаете, это вообще корректно, что у нас метод контроллера имеет void? Да, это некорректно. Я так понимаю, сколько вот примеров других смотрел, доп. литературу, там везде в сервисе делают метод, прописывают. То есть в контроллере просто к этому методу, как делегирование, что ли, идет, как правильно сказать-то. В сервисе прописывают саму логику, а здесь уже конкретно идет возвращение. Здесь не void. Это верно, да. Я говорю не на уровне сейчас исходного кода, а на уровне, скажем так, описания поведения метода. То есть вот есть у нас метод, который добавляет там новую запись в базу. На уровне модели, во-первых, да, на уровне модели он добавляет, он, наверное, не должен быть void, потому что, как минимум, приложение должно уметь обрабатывать ситуацию, добавилось корректно или не добавилось, да. Конечно, можно сказать, что, типа, ну вот, если не добавилось, то exception выпадет. Но есть же много проблем, связанных, допустим, с неправильной записью, да, что мы там сформировали запрос, и там пустые значения записались вместо реальных. То есть как минимум что-то должно возвращаться на уровне модели. Но ладно, на уровне запроса, вот представьте, отправляется запрос, да, там нужно создать запись. А результаты ответного клиенту не отправляются, а статусе операции. Соответственно, получается какой-то, какая-то такая черная дыра, да. Это вот то же самое, вы когда, допустим, деньги в приложении банка отправляете, да. Вы, наверное, когда нажали кнопочку отправить, вы хотите, чтобы вам дальше какая-нибудь надпись вернулась, что деньги отправлены, отправлены успешно, вот. А если вы нажали отправить, и все, приложение такое, операцию завершило и обратно выкинуло на начальный экран, то, скорее всего, вы пойдете проверять, а перечислилась, не перечислилась, а точно ли перечислилась. То есть здесь, наверное, все-таки имеет смысл возвращать значение. И обычно в опишках, вот именно в случае операции добавления, что возвращается? Возвращается добавленный объект. То есть если там нет каких-то вопросов по части безопасности, да, если это публичный объект, который, соответственно, можно проверять, да, то имеет смысл просто возвращать добавленный объект. Ну, либо какую-то маркировку, сообщение. Ну, на уровне опишки это может быть сообщение. Можно ли вернуть void? Да, можно ли вернуть void? Здесь, соответственно... Верно, аннотация-то есть какая-нибудь на void. То есть, например, мы можем просто статус вернуть, попробовать. Сейчас. Да, у меня-то вопрос особо не в void было в том, что 404-я меня смущало, что вот она работает, добавляет, обновляет, но главное возвращает. Теперь я понял, вы объяснили, как бы тут дело не в void уже. Просто ошибка смущала. Да, ну, вообще можно покопать подводный метод работы спринга, да. То есть, скорее всего... Скорее всего, да, он так и работает, что, соответственно, никакого ответа нету, да, и получается ошибка. Если у вас ничего не возвращается, да, ну, как минимум, можно... Вот видите, мы здесь response body возвращаем, да, строку в response body. Но можно, как минимум, возвращать response status, да. То есть, у нас есть аннотации response. Вот, мы как раз сегодня с этим будем работать. Как минимум, response status возвращать, да, статус запроса. Ну, и, соответственно, там 200-ый или еще какой-то, да. Соответственно, он уже будет записываться в параметр, и у нас проблем не будет. Ну, вот, я не буду тестировать на этом. Я вот на пинге протестирую. Так, я тут уже все открыл. Да, то есть, вот, пинг, допустим, у нас, если войтер возвращает... То есть, мы думаем, что вот, пингануть приложение, нам как бы не требуется ничего возвращать. Хотя, понятно, что это нелогично. Post 88 слэш пинг. Да, то есть, вот, он вернул 404-ую, хотя, видим, что... Что мы видим? А, у нас юзер. Да, здесь он вернул 404-ую правильно. User ping. Да, да, то есть, видите, not found, user ping. Но, при этом, он кто-то сработал. То есть, обработчик сработал. В данном случае, как минимум, реквест статус, да, возвращать имеет смысл. Да, то есть, вот, 200-ый код. Ага, теперь вообще 500-ый. То есть, там, наверное, объект надо... Хм... Попробуем через объект. Значит, ttp. Response. Статус, да, какой-нибудь. А там, скорее всего, объект специальный надо возвращать. Сейчас, чекну. Угу. Угу. А, ну, нет, нет. Здесь... Здесь немножко по-другому можно сделать. Здесь немножко по-другому. Вроде как, можем бахнуть void. А здесь записать аннотацию, http статус, асепт, да. Ну, то есть, установить статус. Например, ок. Ну, везде по-разному встречается запись таких конфигураций. И теперь все работает. То есть, здесь аннотация response статус, она распространяется не на тип возвращаемого значения. Она должна указываться перед обработчиком. Вот. Ну, и, соответственно, таким образом это работает. Документацию, вот, можете посмотреть. Ну, это не документация, это доп.ресурс. Вот. Соответственно, так void будет работать. Но смысл от этого не меняется, да. То есть, через аннотацию, или через запрос напрямую, или через return, да. Мы все равно должны какой-то результат возвращать из обработчика. Потому что иначе, как понять, что возвращать, да. То есть, у вас обработчики, там все сломалось, допустим. А запрос, что будет возвращать, окей, не окей, непонятно, да. Понятно. В этом, видите, Spring, он же изолирует работу с клиентом от эксепшенов, да. То есть, если мы Spring не используем, то нам, по сути, все эксепшены надо обрабатывать, ну, ожидать со стороны клиента, что будут также эксепшены, либо в Java много кода писать, в сервлетах, например. Вот. А тут, видите, Spring нас изолирует, что он может error вернуть сообщение. Вот. Если на самом деле в приложении все сломалось. А, соответственно, под это стабильный фронт можно сделать. Смотрите ссылочку, смотрите пример. Так будет работать. Но, опять же, это всего лишь статус, да. Как правило, опишка что-то должна возвращать. Вот. Вопрос касательно возврата строки. Да, на самом деле возвращать строку – это не очень хорошая идея. Да. Как думаете, почему? Вот там Артур спросил, допускается ли возвращать строку, например, updated, deleted. Вот. Допускается. Вот для этого задания, которое мы делали, да, допускается. Но, в целом, не очень хорошая практика. Вот. Как думаете, почему? Почему это не очень хорошая практика? Почему на самом деле? Ага. Ну, вообще, по-хорошему, на тот же апдейт, там, или delete, по идее, redirect надо делать. Либо что ты будешь охранять. Ну, либо что ты будешь возвращать страницу, где написано, что, типа, удаленно, либо общую страницу. Ну, то есть, обычно, например, наверное, возвращается страница, где какой-нибудь лист. То есть, если у тебя есть страница, например, там, со всеми книгами, то при удалении книги ты должен, типа, редиректироваться на эту страницу. Ну, по идее. Может быть, я, конечно, ошибаюсь? Нет, вы не ошибаетесь. Окей. Это все хорошо, когда мы делаем MVC-приложение. Когда Vue лежит на нас. Но что делать, если мы делаем приложение без Vue? То есть, если мы делаем API-шку. Это как раз сегодняшняя тема. Что делать, если у нас Vue нет? То есть, наше серверное приложение – это полностью отдельный бэк, с которым общаются другие программы. Может быть, это будет фронт-энд. Может быть, это будут другие какие-то сервисы сетевые. Наше приложение – это просто приложение без фронта. Таких приложений тоже множество. И именно в этом случае почему плохо строку отправлять в качестве ответа? Конечно, если мы MVC делаем, тут, конечно, никаких вот этих ни сообщений, ни строк быть не должно. Но, соответственно, мы через браузер это и не тестируем. Тут Леонид на самом деле правильную цепочку начал, заговорив про странички. То есть, у нас подразумевается то, что пользователь работает с нашим бэк-эндом непосредственно, с результатами, которые бэк возвращает. Если работает реальный пользователь, человек, он, конечно, это будет делать через HTML-интерфейс, через веб-интерфейс, который встроен вот у нас компонент Vue. Но если мы делаем API-шку, то, конечно же, клиентами нашей API-шки будут программные интерфейсы. То есть, это мы сейчас в этой работе в Postman'е делаем просто запросик, смотрим на результат. Но в реальном ТПО, конечно же, оно пишется не для того, чтобы в Postman'е сидели и тыкали эту API-шку. А делается это для того, чтобы другие программы, другие сервисы, да, джавовские, не обязательно джавовские, да, чтобы фронт-энд общался с нашей API-шкой, управлял запросы, получал ответы. Ну, а данный, собственно, принцип работы подразумевает, что вот такие вещи очень тяжело будет парсить, да. То есть, это полностью нестандартизированные сообщения, и обрабатывать их программно очень тяжело, да. То есть, допустим, вот мы написали метод, который выполняет добавление, который отправляет saved. Это получается фронту, который будет взаимодействовать с нашим API. Надо проверять именно строку saved. Окей. Решим мы изменить сообщение, допустим, писать saved successfully. Опа, как ее закорежило. Вот, сохранено, успешно решили написать. А там где-нибудь на фронте стоит вот такая строчка, там в каком-нибудь джава-скрипте, да. Если у нас там result.data равно saved, то там, допустим, ок, да. Да, иначе, иначе не ок. И все, вход ломается, вход ломается сразу. Почему, опять же, потому что строка сравнивается, а строки могут меняться, да, и это простой пример сравнения, да. А вот, допустим, вот такие строки уже надо парсить, да, выделять айдишник. Соответственно, строки возвращать хорошо, либо, если это просто какое-нибудь простое, примитивное сообщение, как пинг-понг, и то тут лучше использовать определенные форматы. Либо, да, использовать их только в простейших приложениях, да, в простейших опишках. Но, по сути, мы от этого будем отходить. Вот. Артур, идея ясна? Ну, естественно, нет. Ну, вот, удаляем мы запись из списка нашего. Что мы должны вернуть по итогу? Если строку не надо возвращать статус, тоже неправильно возвращать. Что тогда надо возвращать, как правильно делать? А это хороший вопрос, потому что именно этим вопросом мы сегодня займемся на паре. Да. Конфигурации спринга решил сегодня не рассматривать, по причине того, что у нас два занятия будет, да, сегодня первая половина, в пятницу вторая половина. Поэтому эта тема уходит на понедельник, потому что от нее зависят дальнейшие занятия. То есть то, что мы сегодня, если бы мы сегодня конфигурации разобрали, нам бы они в понедельник уже пригодились, а, соответственно, половина группы, да, столкнулась бы с трудностями. Поэтому сегодня мы разберем такую независимую тему, да, то есть от того, что мы ее сегодня разберем, а другая половина группы разберет ее через неделю, в принципе, никто особо не пострадает. Вот. В этой работе, еще раз Артур подчеркиваю, в этой работе строки возвращать допустимо. Вот. Но в будущем недопустимо. И сегодня как раз мы разберем, почему и как надо. Нет, почему я уже сказал, да, вы же поняли, почему нельзя возвращать строки. Ну, нехорошо. Да, это я понял. Да, этот момент понятен. Вот. То есть, а как это делать? А. Так, ну, перекличку я выполнять не буду, потому что, в принципе, запись занятия есть, присутствующих можно посмотреть. Единственное, вас только за скриню. Вот. В общем, тема нашего сегодняшнего занятия называется JSON-AP. JSON-AP. Ну, соответственно, на основе Spring. Вот. Среди веб-приложений можно выделить две группы, да, две архитектуры, с которой можно разрабатывать, да, на которых базируется работа веб-приложений. Именно с точки зрения бэкэнда, да, то есть мы отталкиваемся от бэка. Вот. Первое, это MVC. Кто мне скажет, что такое MVC? Что означает аббревиатуры? И что подразумевает собой этот паттерн, да, архитектурный, как любят говорить. Model, View, Controller. Отлично. Совершенно верно. Model, View и Controller. Напоминаю, как это работает. У нас есть какая-то модель логическая, то есть это интерфейсы работы с базами данных, алгоритмы различные и так далее. У нас есть контроллер, который умеет принимать запросы, отправлять ответы. И есть набор представлений, то есть View, это представление, как правило, это HTML-страницы, в контексте веб-приложений, либо страницы с расширением разметки, например, GSP тот же. Соответственно, юзер работает у нас с View. View связана с контроллером. Связана как? Ну, либо напрямую, да, то есть View там имеет формы, которые на контроллер отправляют запросы, вот, либо связана посредством, опять же, фреймворков, то есть фреймворк какой-то генерирует дополнительный код при верстке страницы, да, за счет которого эта связь устанавливается и не надо там явно прописывать формы для выполнения обработки. Контроллер, соответственно, что должен? Принять запрос, распаковать параметры, отправить их модели, да, в необходимое действие в модели вызвать. Модель меняет свое состояние, возвращает результат и на основе этого состояния у нас обновляется представление. Ну, в случае веб-приложения представление, как правило, обновляется через контроллер, да, потому что контроллер должен заредиректить нас на страничку с уже обновленными данными, допустим. Вот. Соответственно, в этой схеме у нас получается такой full stack. Схема очень распространенная и она удобна тем, что много фреймворков для нее создано, полностью можно интегрировать все компоненты, при этом разрабатывать их независимо, но у этой системы очень плохая гибкость, да. Почему плохая гибкость? Потому что, как правило, вьюшки привязаны определенного типа контроллеру, контроллер тоже связан с вьюшками, ну и вообще очень много проблем уже вскрывается у данного паттерна, там проблемы с реактивным взаимодействием, проблемы с разделением обязанностей и так далее. Вот. Поэтому есть еще второй подход к разработке веб-приложений, который можно назвать как веб-апи. Апи. Апи. Что такое Апи? Расшифровку. Кто мне скажет? Я же этими вопросами пытаюсь понять. Application Programming Interface. А что за этими словами скрывается? Ну, это сервис, который говорит, что, ну или как правильно сказать, нет, в общем, это что-то, что говорит, что ты можешь ко мне обращаться и я тебе выдам какой-то результат. Что-то типа этого. Прекрасное определение, да. Ну, контракт это как-то слишком жестко, да. То есть, там наоборот, кстати, как раз вот мне Ольге понравилось, да, как она определила, что какой-то интерфейс, да, который говорит, что вот ты можешь ко мне обращаться по таким-то методам, я буду выдавать такие-то результаты. Да, то есть, это программный интерфейс, программный интерфейс, когда речь идет о Web API, соответственно, это Web интерфейс программный, который работает, к которому можно обратиться, и там, как правило, тоже есть модель, тоже есть модель, и тоже есть, конечно, модуль контроллера для принятия отправки HTTP запросов, но компонентов представлений уже нету, нету, они отсутствуют, потому что контроллер реализует выдачу результата в виде результатов запросов, вот, то есть, как правило, такие Web API, они с чем могут взаимодействовать? Ну, они могут взаимодействовать, во-первых, опять же, с различными группами HTTP клиентов, HTTP клиентам можно называть любое средство, которое умеет формировать и отправлять HTTP запросы и получать на них ответы, да, то есть, это различные утилиты, да, HTTP utils, это тот же самый curl, да, Telnet, через Telnet тоже можно HTTP запросы слать, это Postman, вот, браузер тоже умеет HTTP запросы слать, вот, HTTP клиентом может являться прикладное APO, да, Application, то есть, пожалуйста, допустим, вам нужно написать программу на Java, которая, допустим, с определенного сервиса получает, там, не знаю, какие-нибудь курсы валют, да, и принимает, ну, и что-то там делает с этим пользователю, выдает результат. Вот, к сожалению, у нас в программе как-то это затронуто не было, обращение к HTTP страницам, но если коротко, то, вот, то, что Postman делает, да, вы можете программно в Java реализовать, и это, как правило, делается несложно, вы просто делаете объект HTTP реквеста, да, отправляете его, и получаете результат там в виде какого-нибудь HTTP респонса со всей информацией, вот, но тем, кто с сокетами разобрался, да, с HTTP клиент классами разобраться, труда не составит. В общем, это может быть приложение, да, и, конечно же, это может быть в частности приложение, являющееся фронтендом, да, которые вместо вьюшек у нас выступают, то есть, под такое приложение можно реализовать отдельный фронтенд, ну, и, конечно же, это уже более гибкая схема, более гибкая схема, потому что мы можем реализовать один сервис, и использовать его, соответственно, в разных целях, в разных, разными приложениями, вот, получается достаточно гибкий вариант, да, и мало того, что можно много фронтендов реализовать, то есть, например, если речь идет там о реализации приложения для разных устройств, да, десктоп, мобильное приложение, приложение там, допустим, вот у нас на работе, да, у нас десктопное приложение, macOS приложение, iOS приложение, Windows приложение, Android приложение, и это все еще в двух версиях на Qt, на QML реализовано, соответственно, если бы у нас проект был построен по принципу MVC, конечно, такой гибкости мы бы, скорее всего, не получили, а смысл в чем? В том, что есть Web API, да, которая работает независимо, а под нее уже пишутся конкретные клиенты, вот, и, соответственно, я сегодня хотел бы остановиться вот на этой части, да, на реализации Web API, то есть, мы здесь видим, что в списке HTTP клиентов нету такой вещи, да, как там какой-нибудь аналитик, там оператор, да, то есть, по сути, HTTP клиенты являются программными продуктами, вот, и, конечно же, HTTP клиенты, да, они должны уметь парсить сообщения от сервера, уметь упаковывать сообщения серверу, и, если данные вещи будут реализованы вот в таком виде, то очень трудно будет программировать такое приложение, сопровождать его, будет трудно. А вопрос, что делать тогда, что делать? Ответ, да, ну, я просто здесь заголовок уже написал, да, JSON, ответ такой, ну, надо какое-то сделать, ну, во-первых, правило, конечно, у каждого API есть, вот есть API, у него есть набор методов, да, да, back должен съедать абсолютно все, просто он должен корректно уметь обрабатывать ошибки, да, не валиться в исключение, а отправлять там ошибку там некорректных параметров или там ненайденной страничке, то это ладно, но вопрос в том, в каком формате общаться, да, в каком формате общаться, знаете, байка есть, по-моему, Есенина какая-то жена была одна, то ли на французском она говорила, а он на русском, они, короче, прожили что-то около года, но я не знаю точно, но, в общем, языков друг друга не знали и жили, в общем, не понимая друг друга, там развелись, вот, соответственно, с сервером и с клиентом, чтобы такое же тоже не получилось, да, имеет смысл сделать какой-нибудь формат обмена сообщениями, да, то есть определенный формат обмена сообщениями, ну, установить какие-нибудь принципы, не смысла сообщений, да, а именно способа передачи этих сообщений, упаковки этих сообщений, то есть как их упаковывать для отправки и как их распаковывать при получении, вот, соответственно, формат можно придумать свой, да, то есть можно придумать свой формат, но, если дело касается get и post запросов, да, можно передавать все в виде параметров, но, опять же, если мы делаем большой API, там зачастую механизма параметров может не хватить для передачи запросов, либо же этот механизм будет работать не лучшим образом, ну, простой пример, вот вы, допустим, хотите к сервису погоды сделать запрос на там получение температуры во всех городах мира, да, соответственно, метод писать вот такой обработчик, такой обработчик, который параметр принимает, да, где 100 параметров, да, нерационально, и массив там, например, не получается сделать, потому что разные механизмы, да, соответственно, нужно уже как-то в тело запроса строку упаковывать, и вот как раз нужен какой-то формат, вот, исторически у нас у HTTP запросов был формат XML, XML, ну, с XML работали, то есть это формат построенный на тегах, вот, соответственно, в XML можно упаковывать объекты, данные, да, то есть у нас тег является объектом, у него есть атрибуты, содержимое, вот, соответственно, формат XML, но с появлением такой замечательной, вещей, но на самом деле здесь есть еще всякие SOP, бинарные форматы, тестик проходили, вот, но с появлением JavaScript, у нас появился JSON, что такое JSON? отлично, это формат JavaScript Object Notation, что он под собой подразумевает? JSON обработали в JavaScript? Да, было пару заданий там в конце уже, но надо напоминать или не надо? Размещение информации в формате ключ, значение. Да, совершенно верно, потому что у нас в JavaScript объекты, это ассоциативные контейнеры, да, состоящие из пар ключ-значения, поддерживающие массивы в качестве значения, вложенные объекты, и вот этот формат оказался достаточно удачным для передачи данных, да, для того, чтобы общаться, он стал таким универсальным форматом, когда дело касается различной бизнес-логики, объектов, вот, и сейчас даже можно утвердать, что в 90% случаев, цитирую аналитика, с которым я недавно общался у нас в компании, да, обсуждали как раз внедрение JSON вместо передачи через параметров в одном месте, ну, в общем, в 90% случаев, да, JSON является достаточно удачным вариантом для того, чтобы реализовать взаимодействие API, да, реализовать сам API, вот, поддерживается множеством языков, да, в том числе и Java прекрасно он поддерживается и фреймворками, вот, JSON, плохо только с языком C++, с остальными языками и технологиями ему нормально, вот, ну, и, соответственно, отсюда появился такой термин, да, как JSON-API, который подразумевает реализацию web-API, который общается посредством JSON, вот и все, общается посредством JSON, как у нас работает JSON-API, JSON-API работает следующим образом, запрос, так, какой-нибудь запрос, ну, я не знаю, сейчас готовую API-шку запущу, готовую API-шку, пример подготовил, в принципе, тема не очень сложная, поэтому я надеюсь, что мы ее с вами сделаем без пошагового выполнения, просто я сейчас все расскажу, и вы займетесь этим делом. Тестовая API-шка, которая является калькулятором, которая является калькулятором квадратного уравнения, да, что у нас должно быть, когда мы отправляем JSON-запрос. Опа, схлопнулось все, схлопнулось, нормально ему так. То есть, вот, есть какой-то URL, в общем, JSON-строка, а JSON-это строка, да, то есть, когда вы отправляете JSON-телезапроса, это строка. Мы эту строку должны указать в теле запроса. Ну, соответственно, программно поместить в тело, записать JSON-строку. Ну, а если мы это делаем в Postman для тестирования, да, мы открываем раздел Body, выбираем строку, выбираем формат JSON, чтобы нам удобнее было писать, и начинаем писать, соответственно, JSON-строку с параметрами. В JSON-е всегда две, двойная кавычка, вот, ну, и, соответственно, прописывается объект в формате JSON, который на вход полетит опишки. Вот, какой-то такой объект. Ну, в ответ мы тоже получаем JSON в качестве результата. Ну, здесь вот ошибка какая-то. Ошибка. В чем ошибка-то? Наверное, пост надо поставить анекет или put или пост. Наверное. Да. То есть, вот он, квадратное уравнение решил, решил квадратное уравнение, отправил, опять же, ответ. То есть, вот, на самом деле, в виде строки это выглядит таким образом. Ну, конечно же, в Postman это делает в красивом виде. Кстати, можно посмотреть еще форматы. Вот, но в XML. XML, он просто громоздкий в сравнении с JSON. JSON более удобный, особенно, если вы разрабатываете фронтенд на каком-нибудь JavaScript фреймворке. Вот. Соответственно, JSON записывается в тело запроса. ну, у нас сегодня задача на встречу, да, посмотреть подход к реализации JSON API, как это можно сделать, ну, и реализовать свою API, именно API, то есть, не просто какое-нибудь там приложение, которое может создавать юзеров, удалять юзеров, а прям небольшую API сделать, вот, JSON-овую, ну, по уму, ну, и, соответственно, еще мы используем dependency injection, немножко забегая вперед, вот, для того, чтобы наш сервис привязать. Так, по части того, что я сейчас рассказал про API, про JSON-ы, вопросы есть? Красав нет, отлично. В процессе работы вполне возможно вам придется работать с другими API, вот, просто я попутно покажу некоторые API, вот, например, numbersapi.com, но, видите, API, они в большинстве своем закрыты, да, то есть, для них надо там ключи какие-нибудь покупать, покупать какие-нибудь там подписки, да, либо там пробные периоды, но, потому что каждый софт, он делается для чего-то, да, если этот софт работает хорошо, он продается, вот, пример, numbersapi, да, это открытая API, которая просто возвращает интересные факты о числах, да, то есть, здесь тоже есть работа с JSON-ом, смысл в том, что вы можете программу написать, которая с этой API работает, вот, на собеседовании могут в тестовом задании дать взаимодействие с API, здесь все просто выглядит, вот, соответственно, просто удобный формат работы, ну, как бы, реализуется легко, легко, а можно взять какой-нибудь такой более серьезную API, какую-нибудь, вот, допустим, open the weatherapi, да, weather, так, трудности вечно с произношением данного слова, weather, в общем, здесь тоже API своя, вот, своя API, ну, и здесь API достаточно такая, объемная, сейчас я тут вспомню, где у нас, ну, вот, API doc, то есть, здесь, посмотрите уже, какой response может быть, да, то есть, вот, координаты, погода, различные данные основные, видимость, в общем, это формат результата, да, это формат результата, который отправляется на определенный запрос, и это открытая API, тут можно сделать пробный ключ, который часть функции вам дает, ну, просто вот примеры того, да, каким может быть большим результат, так же вот это в XML, как выглядит, но в XML, конечно, не так приятно, дело, конечно, желание, но, как правило, JSON API всем нравится, да, то есть, ну, здесь запросы делаются с параметрами, ответ в виде JSON отправляется, но есть моменты, где тоже JSON надо отправлять, то есть, вот еще пример живой API, и вот эта API, она реально используется в продакшене, вот, соответственно, нет смысла делать этот сервер на MVC, потому что другие уже сайты, сервисы, да, покупают эту API, и, соответственно, используют ее, делая к ней программные запросы, получая ответы, ну, и, конечно, если бы мы, допустим, писали все это в ручную, да, ну, то есть, не через JSON представляли, а там, каком-нибудь в своем формате, то были бы определенные трудности, вот, на самом деле, API-шек много, это далеко не единственное, вот, теперь давайте разберем, собственно, пример, да, реализации JSON-AP на фреймворке Spring, на фреймворке Spring, у нас есть задача, задача, реализовать веб-опи, веб-опи, решение, вур, через дискриминант, ну, все, наверное, не знают, поскольку каждому лет, да, но я уже застал это время, когда у всех школьников был интернет, можно было зайти и онлайн решить какое-нибудь уравнение, да, чего там в школе, в универе, да, уже можно там зайти, допустим, в интернет, да, и решить интеграл онлайн, допустим, то есть, куча таких сервисов есть, то есть, там речь не идет, ни про какую бизнес-логику, там речь идет о том, что вы там вбиваете определенные данные, там, дифура, там, интегрального уравнения, не знаю, там, матрицы данные, нажмете, и она вам решение выдает, сайтик выдает решение, вот, соответственно, эта программка относится, вот, к области таких программ, почему именно такой формат задачи, почему нету никаких там бизнес-моделей, потому что здесь я хочу, чтобы вы сосредоточились именно на реализации самой опишки, а не на реализации модели, вот, на реализации самой опишки, ну, потому что не хотелось бы тратить кучу времени на модель, поэтому мы под моделью будем подразумевать вот логику решения квадратного уравнения, простое, вот, конечно же, смысл задания не в том, чтобы его решить через дискриминант, а в том, чтобы сделать опишку, которая это решение обеспечивает, вот, реализовать веб-опи решение квур через дискриминант, вот, формат, так, опи имеет три запроса, соответственно, слэш, ну, там какой-нибудь слэш, да, пинг, это пинг-опи, пинг, он полезен скорее для разработчика, потому что, когда вы сделали контроллеры, когда вы собрали, ну, создали приложение, подключили библиотеки, сделали контроллеры, просто, чтобы потом не нарваться на то, что вы написали кучу обработчиков, запускаете и валятся ошибки, да, начните, как минимум, с пинга, то есть, пинг написали, запустили, пинганули, все окей работает, можно дальше двигаться. Такое сообщение, как статус, позже объясню, зачем такие трудности, это статус сервера, но некоторая информация о сервере, потому что хорошие сервисы, они полностью не умирают, да, то есть, вот, например, когда в банковском каком-нибудь приложении ведутся работы по обновлению или устранению каких-то проблем, вы открываете банковское приложение, у вас не будет написано not found, да, или там, допустим, internal error, у вас будет написано, что ведутся работы, сервер пока не доступен, эта логика может быть реализована как на стороне фронт-энда, да, то есть фронт-энд может просто проанализировать, что ага, сервер недоступен, я выведу сообщение, что мы скоро все починим, но на самом деле это тоже нелогично, потому что, опять же, а если там ничего не починим, да, если там, допустим, сгорели сервера, то это уже вообще катастрофа, и пользователей обманывать не к чему, как правило, просто сервер возвращает статус, да, ну там, какой-нибудь заглушкой этого сервера, пока остальная часть обновляется, поэтому здесь это тоже у нас присутствует, ну и в том числе, чтобы мы сообщения различные попробовали, и также обработчик, собственно, самого решения, это решение квур, но в чем особенность этой задачи, а в том, что обмен данными между клиентом и сервером должен осуществляться в формате JSON, должен осуществляться в формате JSON, вот, сделаем такую опишку, ну протестировать, соответственно, через Postman, через Postman, задача понятна, грубо говоря, мы создавали раньше там каких-то, какие-то объекты, что-то с ними делали, получали результат, а здесь мы через опишку будем отправлять входные данные, да, и получать результат от опишки, далеко не все веб-приложения должны именно работать с базами данных, да, ну, как правило, большинство больших работают, но есть все равно модули, которые что-то вычисляют или являются там прокси-сервисами, поэтому API писать тоже надо уметь. Так, либо задача всем понятна, либо засыпать начали. Ну что, скоро разомнемся. Так, это мы сами должны писать, или вы нам покажете как? Хороший вопрос. Я вам сейчас покажу, как этот проект можно реализовать, как его реализовывать. На самом деле, в плане JSON-API есть некоторые различия между разными API-шками. Вот, я покажу один из способов реализации JSON-API. Вот, и потом вам надо будет реализовать уже собственную API-шку по моему примеру. хотя бы начать реализовывать. Вот. А с чего начать задачу? Да, давайте этапы выполнения с вами тоже будем вести, по которым вы потом будете двигаться. Задачка есть под рукой. Этапы выполнения. Ну, соответственно, первый этап это создать Spring Web приложение. Подключить соответственно Spring Web. Больше нам ничего не нужно. Ну, там всякие доп-плагины по желанию можно подключить. Но базы данных нам здесь не нужны. Никакие дополнительные компоненты не нужны. нам достаточно будет Spring Web просто. Вот. Создать Spring Web приложение. Далее. Сразу надо задуматься. Вот. Поднимите руку, кто работал с JSON ранее в языке Java. Я знаю, что такие были. Да, Леонид, что вы делали с JSON? Задача была, когда нам надо было логировать файл. Отлично. Вы конвертацию в JSON выполняли? Ну, да, я подключал там библиотеку Jackson, по-моему, и, собственно, да, при помощи нее была конвертация и сохранение файла. Трудности были с этим? Нет особо, в принципе. Отлично. У вас, Дмитрий, такой опыт был, тоже напомните. Во-первых, точно так же сериализация, десериализация, во-вторых, делал уже по своей работе там IP-шки, которые передавали конкретную информацию. Ну, вы так же, да, вручную это конвертировали через там библиотеку, метод, почему в спринге же есть автоконвертер, когда ты пишешь там респонсбоди, там же идет автоконвертер какой-либо объект, то есть, если объект подходит под данную структуру, он сразу в него конвертирует. Ну, вот я как раз к этому и веду, просто я думал, что вы не про спринг, а вы, получается, в спринге это уже пробовали, да? Вот. Ну, да, то есть, здесь еще такие слова прозвучали, как сериализация и десериализация, на самом деле сегодня мы, ну, кто-то уже это видел, да, кто-то увидит, что сериализация и десериализация нужна не только для того, чтобы делать запись файла, чтение из файла, но и для того, чтобы, например, общаться, да, между API, общаться в рамках API. Ну, и, соответственно, Дмитрий уже озвучил эту концепцию, да, на самом деле у нас мало того, что в любом высокоуровневом языке есть конвертеры, да, там, библиотеки, где-то это в стандартную библиотеку встроено, как, например, в питоне, да, или в шарпе, вот в java, тут доп. библиотеку можно подключить, то есть вручную сто процентов не надо это делать, а в случае спринга, в спринге есть механизмы, которые позволяют нам конвертировать объекты классов в JSON формат автоматически при получении параметров запроса, при возвращении результатов запроса, сам спринг, да, как бы нам диктует то, что JSON-API очень удачный вариант, вот, объекты отображаются очень легко, да, то есть у нас условно существует какой-нибудь JSON, ой, какой-нибудь Java класс, да, у него там есть определенные поля, вот, соответственно, эти поля просто переходят в JSON, их типы переходят в JSON, вот, должно быть, конечно, соответствие полей, но соответствие типов, оно выполняется не строго, да, потому что у нас в JSON-е типы объектов по сути JavaScript-овы, это что, это числа, да, тип, под которые подходят и int, и w, вот, так далее, это строка, соответственно, это, соответственно, вложенные объекты, это массивы, ну, а структуры, которые не получается, допустим, привести к определенному типу, да, они представляются в виде строки, их можно в виде строки представить, вот, соответственно, эта вещь выполняется автоматически, мы автоматически будем парсить JSON и автоматически возвращать JSON, но, как было сказано ранее, API, да, должен определенный формат сообщений иметь формат не в плане именно самого JSON, а в плане, какие поля там будут, да, то есть, мы должны прописать то, какими сообщениями будет обмениваться API, и это надо сделать вот перед тем, как вы саму API начнете реализовывать, то есть, у нас второй пункт, это, по сути, разработать сообщения для API, ну, или, по крайней мере, создать пакет или класс для этих сообщений, вот, чтобы потом дорабатывать, что подразумевается под сообщением, что подразумевается под сообщением, я вам сейчас продемонстрирую, вот у меня есть класс messages, класс messages, класс класс messages, почему класс messages назван, я скажу немножко позже, вот, и здесь у меня есть классы различных сообщений, обратите внимание, просто message, который имеет в качестве полей строку, так, ну, это давайте я комментарии буду теперь записывать, класс простого сообщения, что он имеет, строку и дату, да, то есть строка сообщения и дата, ну, время, соответственно, реализуется конструктор, реализуется перегруженный метод toString, вот, то есть этот класс, он очень похож на класс для хранения модели данных, да, потому что в нем не должно быть никакой логики, цель этого класса инкапсулировать информацию определенного типа сообщения, для того, чтобы ее можно было сконвертить в JSON, передать в нужном формате, вот, то есть это тоже класс хранилка, но он не является моделью данных, он является классом сообщения, соответственно, также для решения квадратного уравнения у меня есть входное сообщение, то есть это формат, который описывает то, в каком виде объект входных данных должен присылаться, и здесь можете увидеть, да, три коэффициента, соответственно, коэффициенты, word, опять же, только поля, конструктор, toString, это вот, может быть, для логирования, здесь у меня, например, красивый вывод уравнения, например, да, реализован, выходное сообщение, опять же, input message, выходное сообщение, выходное сообщение, ну, или сообщение результата, именно этот объект у нас в виде результата представляется, когда мы отправляем запрос успешный, полностью корректный, то есть, вот, rootscount, x1, x2, если вы посмотрите, здесь тоже увидите rootscount, x1 и x2, ну, так как есть, что это у нас здесь, это количество корней, да, потому что результатом решения аквур является количество корней и сами корни, сами корни, сделал их дабл, потому что если у нас ноль корней, записывается null в x, чтобы значение null поддерживалось, вот, если один корень, то на самом деле x1 равно x2 равно x1 будет, ну, а если два корня, они просто устанавливаются, это все конструктор, и опять же, просто toString, ну, и еще одно последнее вспомогательное сообщение, это, соответственно, сообщение ошибки, то есть, когда мы хотим вернуть ошибку не на уровне спринга, да, какую-то общую, а конкретную ошибку, там, допустим, сказать пользователю, что нельзя передавать, там, коэффициент а нулевой, да, то есть, пользовательскую ошибку вернуть, вот, тоже используется вот этот тип сообщения, но он у меня просто наследуется от базового сообщения, потому что ничего нового я не придумал в этом поле, он просто наследуется от этого базового сообщения, вот, а в остальном у него просто тип свой появляется error message, получается, вот, четыре таких класса хранилки, и именно этими объектами будут оперировать наши обработчики, когда надо будет получить на вход какой-то объект от клиента, или отправить какой-то результат, вот, а здесь обратите внимание, что я еще сделал пустой интерфейс iMessage, позже вы мне скажете, зачем он нужен, зачем он нужен, так, идея описания сообщений всем понятно, Александр Александрович, вам понятно? Ну, процентов на 50, надо когда пробовать будут, уже будет больше вопросов и понимания, сейчас пока туго. Туго, но это значит на 50. Ну, я имею ввиду то, что туго, пока не попробовал, я не пойму, как бы, ну, как это работает, мне нужно самому попробовать. хорошо, хорошо. забегу немножко вперед, эти классы очень громоздкие, да, то есть, вот, по сути, вот, для трех полей, да, просто представление сделать, громоздко, вот, именно для таких вещей были созданы такие, такая конструкция, как рекорд, да, то есть, мы как-то рекорды в Java затрагивали, и вот, как раз в этом случае рекорды достаточно удачно можно применять, потому что это у нас будет ссылочный тип, да, с возможностью указания публичных полей, но, так как у нас никакой логики внутри класса нету, конечно, поля все публичные, потому что это просто хранилка, вот, можно, конечно, геттеры, сеттеры сделать, ну, просто еще в два раза увеличить размер кода, причем сообщения, как правило, собираются все в одном пакете, либо в одном классе даже вложенном, я их тут собрал, вот, то есть, окей, знаем примерно работу с тем, что будет сервер получать, что будет сервер отправлять. Следующий этап, мы переходим к реализации логики, почему я здесь говорю логика, потому что, ну, все-таки, когда говорим модель, оно звучит как база какая-нибудь, да, а здесь же логика, это, по сути, просто алгоритм решения квур, да, алгоритм просто решения квур, его, конечно, надо вынести в отдельный класс, а по-хорошему в отдельный интерфейс, почему, потому что я вам еще со времен джавы говорю, что реализацию, а логику и интерфейс надо разделять, соответственно, в обработчике в самом запросе, конечно, не вариант писать метод решения, это плохо, мы так ничему не научимся, поэтому создается отдельный пакет логик, ну, в моем случае, я его лоджик просто назвал, опять же, здесь можно было по-разному назвать, соответственно, делается интерфейс, интерфейс, а и солватор, опять же, мое название, ну, типа решатель, да, solve решить, солватор, это как решатель, вот, интерфейс обязательно, и обратите внимание, у интерфейса есть метод, так, давайте я здесь комментарий, интерфейс решателя квур, ну, или просто решателя уравнений, вот, а и солватор, обратите внимание, у него есть метод solve, метод solve, который в качестве результата принимает input message, да, я вижу, что что-то тот проект закрыть, а сегодня уже были такие сбои, сейчас, секунду, коробит, этот закрыть, принимает input message в качестве параметра, да, input message, то есть принимает сообщение, в котором уже все коэффициенты есть, возвращает, вот, input message, и возвращает, соответственно, output message, который содержит уже количество корней и сами корни. Это не очень удачный, на самом деле, пример, не пример, а не очень удачный подход, пример нормальный. как думаете, почему не очень удачный подход, когда я использую тот же тип сообщений, который у меня на уровне контроллера работает. сообщения, они работают на уровне контроллера, потому что контроллер отправляет их, получает их от клиента, соответственно, в логику эти сообщения вмешивать не очень хорошо, но здесь опять же, чтобы код был более сжатым, я не стал заморачиваться, а просто эти сообщения использовал в качестве хранилок, в том числе на уровне логики, вот, то есть они у меня, вот этот класс месседжес содержит данные типы, вот, на уровне контроллеров, вот, но в то же время я их использую в логике, это не очень хорошо, в данном случае это ничего не ломает, но по-хорошему мы либо делаем интерфейс полностью независимым, вот этот, да, то есть логику делаем полностью независимым от пакета моделей, либо мы внедряем вот эти сообщения на уровне всей системы, то есть более высоком по уровню пакете, да, в топ-левел пэкедж, но там, скорее всего, будет ругаться уже на вас идея, да, чтобы в топ-левел это засунули, потому что в топ-левел тоже не очень хорошо поэтому, конечно, здесь, наверное, свой внутренний формат можно было сделать, либо банально там три коэффициента, но там с результатом квур были бы проблемы, пришлось бы еще один класс делать, чтобы этого всего избежать, здесь просто input-output и имплементация, ну тут еще аннотация компонента, но об этом попозже, ну и соответственно имплементация, она просто извлекает вот эти коэффициенты, если а равно нулю, ну проверочка, да, что такое уравнение решать нельзя, когда а равно нулю, а return null делает, благодаря тому, что мы возвращаем объект output message, то можно null вернуть, но вообще по-хорошему надо опять же исключение генерировать, исключение генерировать, так, имплементация решателя, ну а здесь просто, если у нас дискриминант меньше нуля, мы создаем новый результат, где количество корней ноль, ну а x1, x2 можно любые подставить, потому что если у нас количество корней нулевое, то сами x-ы корни я запишу null, null поддерживается JSON, прекрасно конвертится в JavaScript нул, вот далее, если у нас дискриминант равен нулю, то один корень одинаковый, а и если в последнем случае иначе, да, то два корня, и я их тоже записываю, видите, сразу в return создаю объект результата, то есть вот этот класс, он вообще ничего не знает о контроллере, ну кроме формата сообщений, но это легко поправимо, вот здесь, конечно, видно питоновский код, да, что здесь бы можно было бы switch использовать, который return, но я был ужат по времени, поэтому как написал, так написал, да, здесь сразу видно, да, что на питоне до этого писал, ну, до этого в смысле непосредственно перед, то есть это логика, она независима, ну и как бы в любом проекте так должно быть, да, будь это веб-приложение, будь это не веб-приложение, ну, соответственно, когда у нас есть модели, когда у нас есть не модели, а форматы сообщений, да, ну, модели сообщений, окей, когда у нас есть готовый алгоритм или интерфейс даже этого алгоритма с заглушкой, мы можем сделать самое главное, это контроллер, можем сделать контроллер, принимающие запросы и отправляющий ответы реализовать надо контроллер пока что мы делаем открытые а пишки позже мы посмотрим позже это наверное через полторы-две механизмы защиты да как там всякие api ключи использовать различного рода токены вот механизмы встроенной защиты пока что это просто открытая пишка вот надо контроллер написать который принимает запросы делает работу и возвращает ответы здесь же в пакете сервис соответственно salvation сервис является контроллером то есть это наш контроллер помечается он аннотации контроллер если мы укажем request mapping то у нас доступ ко всем endpoint там обработки данного контроллера endpoint это конечная точка да грубо говоря метод так пишется endpoint чем доступ ко всем endpoint там будет осуществляться через часть адреса слэш сервис то есть что-то там что-то там слэш сервис чтобы добраться сюда и потом уже пошел там пинг или статус и так далее две аннотации если на rest контроллер и маршрутизация контроллер в пакете контроллер речь идет о пользовательском пакете или речь идет о каком-то встроенном пакете я имею в пакете когда мы сделаем архитектуру приложения контроллер располагается в пакете который собственно был выделен для контроллера иногда этот пакет называет сервис ну что означает сервис это может быть пакет контроллер то то есть это должен быть один пакет вот а я понял вы имеете ввиду в контексте mbc да но там модул view контроллер да то есть это есть тот самый контроллер вот действительно это есть контроллер но видите от изменения названия смысл не меняется смысл не меняется потому что опять же в разных архитектурах они могут называться по-разному контроллер сервис это может быть пакет который называется api потому что это по сути есть сама пишка вот но в java да действительно вот контроллер используется можно пакет назвать и контроллер вот сервис у меня называется почему потому что так вот захотел ничего там плохого нет конечно без практичес можно смотреть различные но там вы тоже самое встретите сервис в том числе возможно обычно это решается на уровне на проектирование то что наиболее удачно подходит ну и что у нас контроллере у нас объект интерфейса солватора решателя потому что мы будем использовать dependency injection через конфигурации вот и соответственно данный объект это объект интерфейса который будет автоматически инициализироваться через авто wiret который конечно сконфигурировать нужно будет вот но пока что представим себе что он просто автоматом инициализируется и класс контроллера совершенно не волнует как это происходит потому что это все возложено на конфигурации через spring поэтому директива авто связывания они директива а аннотация связывания где-то называются подобные вещи директивы где-то декоратор и где-то аннотации где-то атрибуты поэтому терминологию немножко иногда одно и то же называть разными вещами соответственно пошли запросы и и вот здесь мы уже сталкиваемся с тем как работает джейсон первое это обработчик пинг гэт маппинг у нас опять же отвечает за маршрутизацию здесь слэш пинг и и вот как выглядит метод ну с респонс боди мы уже знакомы это аннотация которая указывает что будет записано в теле запроса что результат данного метода пойдет в тело запроса и тут мы указываем не строку а мы указываем наше сообщение месседж и именно за счет того что мы будем возвращать объект этот объект будет сконвертирован ну или сериализован если в терминах джава говорить в джейсон объект который вернется в качестве результата в теле запроса по в теле ответа до в теле ответа конечно но ответа же на запрос и при этом что будет у нас сериализовано будут сериализованы сериализованы публичные поля публичные поля приватные сериализованы не будут к ним просто доступа нет при этом здесь не обязательно имплементе сериала из а был хотя обычно это делается вот у нас просто spring сможет получить доступ к публичным полям сериализует их через механизмы рефлексии получит название полей вот соответственно сработает пинг причем обратите внимание вот я отправляю пинг здесь где-то есть обратите внимание что даже формат сообщения он приводится в скажем так более общий формат сейчас я это поясню на примере если мы допустим вот так напишем мессендж большой буквы сейчас проверим так же ли как в шарпе это реализовано или не так же ага нет не так же то есть он вот здесь название один в один переписывает ну ладно ладно шапе просто свойства есть там он еще в ловер кейс приводит но с другой стороны в джаве у нас принято использовать ловер кмл кейс да поэтому все нормально с этим то есть публичные поля попадают сериализацию при этом производится приведение типов то есть вот например на ту же дату если посмотреть на тайм-то это строка будет то есть не число а именно строка но если это интовое поле или дабл она в виде числа будет массивы можно опять же джейсон упаковывать пожалуйста получите массивчик самое интересное что различные хэш сеты тоже можно помещать помещать а хэш мапы не хочется хэш мапы потому что хэш мап тоже станет объектом где будут ключи и двоеточие значения вот соответственно что у нас происходит в контроллере в этом методе он ожидает объект класса месяц он его получает в ритерне но я просто создаю новый объект передаю ему pong ну соответственно он здесь записывает сообщение и восстанавливать текущую дату время и этот объект сразу возвращается аналогичным образом реализован статус статус сервера вот тоже самое просто вместо пиво он года я пишу но имитацию того как работает сервер вот сильно не заморачиваясь потому что собрать инфу а сервере это уже задача которая не касается непосредственно работы опишки ну и третий метод третий метод это собственно решение он отличается от двух предыдущих но первых он уже нет ревиальный давайте внимательно на него посмотрим прежде всего это пост метод до пост маппинг то есть пост запрос вот совершенно верно меня поправили в начале я на него гад пытался отправить это пост мы говорили что вот в гэд запросе у нас параметры в строке адреса до в пост запросе у нас в теле запроса форм дата параметры здесь важно понимать что в этом пост запросе у нас параметры не будут виде форм дата они будут в теле записаны именно как тело запроса строка джейсон и пост данном случае он просто говорит о том что у нас передаются какие-то пользовательские данные что мы их ввели то что пользователь вел соответственно это пост запрос качестве response body обратите внимание у меня указан и решение уравнения интерфейса и месяц для чего это нужно кто мне скажет почему в методе решения я указал объект интерфейса в качестве результата ай месяц от которого имплементится все сообщения да потому что если у меня случится ошибка но здесь еще три кич по-хорошему надо добавить обратите внимание я могу вернуть как error message в качестве результата так и вернуть output message ну вот он аут здесь возвращается вот кстати лс не нужен здесь настоящее использование интерфейса опять же потому что он он хоть и пустой но за счет того что все сообщения имплементятся от него я могу сделать метод который возвращает ай месяц в качестве результата вот означает ай месяц и я могу возвращать либо ошибку в качестве решения так когда например коэффициент а нулевой либо полноценный output message где там поля решения соответственно вот как это выглядит то есть вот я решил уравнение у меня один объект отправляю а нулевой у меня другой объект с ошибкой да с моей ошибкой не spring это отправил до создала я создал это сообщение вот что очень удобно несмотря на то что используется интерфейс без методов преобразование то spring делает не на основе интерфейса на основе фактического типа класса и соответственно он нормально выполняет сериализацию в джейсон даже если ему прилетел объект интерфейса а здесь что логирую принятые данные пытаясь решить уравнение передав полученный input а я еще не сказал о параметрах да то есть вот результат это и месяц дальше название метода и параметры обратите внимание мы указываем не реквест паром как мы делали в опишке когда передавали параметр get post запросов а указываем реквест body аннотацию которая говорит о том что данная данный аргумент должен браться из тела запроса не из параметров из форм дата из тела запроса а тип у него input message и input соответственно если же мы отправим джейсон объект не соответствующие этому типу да мы получим от спинга сообщения с 400 кодом ошибки но там 4x 4 400 или 400 1 в общем инвалид а подида что он не может его спарсить вот не может спарсить объект соответственно именно эта аннотация конвертирует тело из запроса клиента до тела запроса клиентов наш объект выполняет 10 реализацию джейсон по сути а самом методе я пытаюсь решить через мой салватор это дело если у меня салватор вернул пустое значение я возвращаю ошибку иначе возвращаю объект который в качестве решения был получен по хорошему можно еще тракет сюда навесить чтобы у нас все таки если исключение какое-то выпало дополнительное да мы об этом тоже могли сказать вот не не складывать это на плечи спринга до который обобщенные ошибки будет возвращать на какие-то вот моменты проработать самостоятельно и у нас получится а пешка а пешка 2 можно тестировать в постмане который можно написать клиент так как на джаве можно клиент написать можно на вебе написать клиент а можно даже и затем найти вот пятый пункт последний достаточно небольшой это соответственно настроить диай депендент си инжекшн сделать так чтобы вот здесь в салваторе хранилась нужная имплементация для этого во первых сам салватор делается автовай рад помечается автовай рад объект салватора интерфейс нужно пометить как компонент интерфейс для того чтобы он у нас стал объект нам нашего а опада чтобы его в бинах можно было использовать ну и можно сделать простую конфигурацию через java код для этого я добавил небольшой класс об конфиг небольшой класс об конфиг добавил его не в пакетах а на уровне корневого пакета приложения соответственно аннотация конфигурации configuration говорит что это будет класс конфиг ну и соответственно здесь единственный бин создается конфигурируется он работает следующим образом мы объявляем метод который будет у нас связан с инициализация объекта а тут кстати куча различных способов об этом как раз в понедельник будем разбираться так какие аннотации какие способы там различные подходы к выполнению конфигурации вот это самая простая конфигурация то есть мы объявляем бит на наш салватор и вот именно здесь указывается что будет инициализироваться в айс алватор когда мы используем автовайрон но кажется что мы бы могли вот это скопировать и просто подставить вот здесь как в одном месте не страшно но это же пример пишки до реальная пи они большие соответственно будь это большой проект соответственно уже с таким внедрением зависимости можно было бы как минимум спокойно в разных местах проекта ссылаться на один алгоритм а при необходимости его заменить вот или там заменить другим наследником то более совершенно например опять же простой сбин объявляется как аннотация bin но и метод который генерит наш объект вот метод называется так же как поле есть вот эти вот кнопочки да они показывают то с чем связано данный бин вот что у нас здесь просканировал spring если вы конфигурацию неправильно напишите то при запуске автоварят не сработает вылетит исключение это такой простенькая конфигурация которая просто инициализирует наш единственный как бы объект где где необходим в остальных где необходим потому что сообщение это конкретные классы хранилки дальше у них есть интерфейс но сами сообщения они не меняются да то есть они не изолированы о них надо иметь информацию контроллеру чтобы соответственно записывать вот потому что опять же уход в абстракцию должен быть пределах разумного но и на выходе мы получим с вами опишку с которой можно работать да здесь есть определенные вопросы но тем не менее на реализовано вот это джейсон api такие программы вы будете реализовывать в частности нет ревиальные опишки я думаю даже прокси api успеем реализовать хотя бы вот начать с такого подхода все конечно же начать теперь работает тестировать через послу так вопросы я предлагаю сделать следующим образом нас на следующей паре будет практика то есть вот это надо начать реализовывать сейчас попробовать реализовать я сейчас скидываю собственно пример дали они что такое сейчас вот вы рассказали ему вторую пару будем практическую вам вам не интересно наверное не я просто спросил и я так понимаю разница только в том что в данном случае мы будем возвращать объекты совершенно верно объекты на объекты не в виде наших моделей данных а именно вот сообщение прописаны ну я понимаю response body собственно мы возвращаем чтобы она в джейсон конвертеров и грамм и через постман пишем запрос назад джейсон ласки получаем потом сюда был вопрос ну вам если будет скучно вы мне об этом говорите я вам какие-нибудь задания посложнее поинтереснее буду дать буду давать я мне и так довольно интересно я читал там поэтому по спринк секьюрити там делал и том авторизации весь мозг себе сломал так что у меня тут интересности хватает ну и параде на там книжку еще читаю по спринку так что спасибо за что за книжка этот как сейчас у спринкен экшен шестое издание на английском да ну да там русского перевода нету это типа последнее издание этого русского нет перевода поэтому приходится что непонятно через любимый гугл ну ладно у них куча еще разных книжек есть там спринк секьюрити экшен там view in action и прочее там ну короче разные варианты но по спринку типа вот это обязательная книжка которую надо надо там на примере одного проекта все рассказывается типа вот я сейчас первую главу дочитываю там она вот как раз про mvc там про секьюр немножко но всего по чуть-чуть типа потом там 2 глава от интегрейт идет третий реактив ну четвертый там диплой ну и плюс всяких там интересно у нас есть человек на работе который стабильно по часу читает книжку ежедневно правда по шарпу но он это в рабочее время учитывает вот здесь можно также надо надо извините в клинец леонид она есть на русском вы кашки выложены 6 издание 22 год да да и искал месяца четыре назад еще давно я не нашел они контакте не в телеге там искал поэтому в принципе на английском там особо разницы никакой ладно перемены я тут отлучусь если вопросов нету ко мне вот если есть давайте уже после перемены вот в принципе можете общаться но она 5 минут отлучусь давайте продолжать работу ну и вторая часть последний шаг до протестировать опи тут конечно промежуточный шаг это юнит теста по-хорошему но сейчас у нас на это времени нету вот но пишку как будет через юнит тесты тоже можно достаточно удобно тестировать вот юнит теста подразумевается на логику юнит тесты подразумевается на сами обработчики но на обработчике по сути интеграционный можно еще тест сделать вот также нагрузочное тестирование но как минимум юнит тесты можно сделать интеграционные great игре раваны а в общем идея понятно а собственно такие получились этапы выполнения данной работы артур теперь вы поняли что надо отправлять обработчиком в результате ответа ну здесь просто пример такой что мы знаем варианты какие ответ ну какие мы должны получить а когда мы например с базой работаем и мы сделали там обновление данных что нужно отправлять так это разработчик согласно техническому заданию должен разработать api спроектировать api и реализовать в соответствии с проектом а отправлять сообщение специальные сообщения которые будут конвертироваться в джейсон когда мы говорим про джейсон api когда мы говорим про мвс да там вот как леонид говорил отправляются странички с контекстом вот но и висим вот как раз на следующей неделе тоже будем делать уже после того как с конфигурациями разберемся сделаем какой-нибудь мвс я думаю начнем с какого-нибудь интернет-магазина вот там еще про докер но вот я думаю что про докер лекция будет как раз после того как мвс сделаем то есть там сразу и api в докере поднятие виси приложения в докере поднять надо будет вот мы знаем не потому что я так сказал а потому что так было спроектированная пишка а пишка проектируется в соответствии с требованиями соответствие с требованиями иногда говорят что вот написать надо api вот такие-то форматы сообщений должны поддерживаться тогда нужно согласно форматом сообщений реализовывать иногда наоборот сначала разрабатывается backend и api проектируется просто с нуля ну именно сам интерфейс тут уже зависит от задачи у нас небольшая то артур что такое сейчас ничего личного но и я почти ничего не понял чего сказали честно когда на прошлой паре или сейчас вот сейчас вы сейчас там api тезе я ничего не понял вот смотрите дайте еще раз вы сказали что это пример такой потому что тут сказано какой формат ответов должен быть то есть вы имели ввиду вот эти вот сообщения да ну а вот а я вам говорю что в любой программе эти сообщения надо разрабатывать в рамках нашего api это понятно но вопрос как их создать так как понять какие сообщения нужны какие сообщения нужно создать и здесь два варианта первый вариант это когда вам дают техническое задание где написано что api должно реализовывать такие-то такие-то запросы таком-то таком-то формате сейчас я продемонстрирую как это может выглядеть сейчас я найду так секундочку я на рабочий комп надо для этого подключиться тестовое задание разрабатывал тоже для питания на работу кстати очень часто подобные программы вот как мы сегодня реализуем они в тестовом задании даются именно на позицию джуна новичка понятно что выше джуна такие тестовые как бы даваться навряд ли будут так и демонстрацию пока что выключил потому что у меня здесь рабочий комп открыт соответственно нельзя демонстрировать вот сейчас я это дело скопирую себе сама-то тестовая можно демонстрировать по той причине что там понятно буквально секунду все готово все включая демонстрацию то есть бывает что вам дается техническое задание и там вот написано вот написано формат данных которые отправляются клиентами и вот описано что запрос погоды в определенном городе отправляется в таком-то виде запрос погоды в нескольких городах в таком-то виде вот и соответственно уже сообщение надо делать под эту документацию то есть поток как вам сказали это первый вариант и вы уже там сделайте какой-нибудь класс там input message там для одного города где будет допустим поле сити то есть и она будет строкой параметр с тоже строкой вот сети с массивом строк параметр с опять же строкой это понятно давайте диалог закончим а вы не выключайте микрофон артур закончим диалог быстренько ну и это да вот это первый подход то есть вам дают документацию и вы на основе нее делаете вот формат сообщений первый вариант второй вариант заключается в том что вот такой вещи нету просто есть задача там допустим сделать такой-то запрос сделать такой-то запрос а дальше программист или команда программистов садится и думает так каком формате мы будем эти данные отправлять и получать решают в каком формате и на основе этого уже на основе спроекте проекта до спроектированного класса создают сообщение понятно более-менее именно второй подход у нас сейчас будет то есть я вам не буду говорить какой формат должны иметь сообщения вот именно второй подход давайте немножко начнем практику делать потому что у вас домашек и так много чтобы у нас соответственно это не не слуги не ушло в домашку до которая будет делаться три недели давайте немножко скорректируем задание нас реализовать в обе решения к вур через дискриминант мы вот этот вот решение к вур удаляем и реализовать в оба пипа варианту до а пи имеет также три запроса пинг статус и третий запрос это решение по варианту а по варианту потому что всех будет разное а все остальное что обмен данными и так далее она сохраняется вот вот она задача реализовать в оба пи по варианту теперь какие варианты быстренько варианты раздам отлично 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 так поминов василий сергеевич у вас будет а пишка 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 теорему косинусов знаете василий мне не знаю я уже давно учился 10 назад математикой не особо ну могу загуглить ну и надо будет загуглить в общем теорему пифагора знаете но слышали ответ до слышал прямоугольный треугольник да можно по двум сторонам найти третью всегда через теорему пифагора вот так оказывается теорема пифагора это обобщение теоремы косинусов теорема косинусов она заключается в том что мы имея информацию о двух сторонах и углу между ними треугольник и можем найти третью сторону соответственно вам нужно реализовать онлайн калькулятор теоремы косинусов а это нахождение третьей стороны треугольника о по ум сторонам и углу между ними никаких вычислений самостоятельно не делать то есть использовать пакет мэф для того чтобы косинус найти чтобы там все сделать вот при этом учтите что угол может передаваться как в радианах так и в градусах то есть можете чисто под градусы сделать либо чисто под радианы либо сделать параметр который можно указывать во во входной строке да который будет отвечать за то как интерпретировать величину угла так леонид 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 вам задание следующего характера то 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 есть перевод из двоичной в десятичную из двоичной в шестнадцатиричную наоборот то есть можно взять только системы счисления которые двоичная восьмеричная десятичная шестнадцатиричная а можно сделать по принципу из всех во все но а опять же вручную алгоритм писать не надо попробуйте найти в джаве методы которые это выполняют за нас да вот если с этим будут трудности скажите но как минимум двоичную десятичную сделать по-любому можно и шестнадцатиричную задание понятно то есть я верно понимаю что мы на странице вводим например там выбираем например 16 ну или передаем на продавь джейсоне два параметра один например тип до что 16 личная а второе например значение это 16 лично там какой-нибудь и в ответ я получаю тоже значение только например двоичной совершенно верно то есть можно передавать основание первой системы счисления основание второй системы счисления там допустим двоично два десять ну в системах числения есть основания ну и соответственно value да value это может быть строка потому что если мы берем какой-нибудь ff или там двоичное вот такое число да то есть соответственно в int его записывать нельзя поэтому value должно быть строкой причем вы можете сейчас реализовать интерфейс с заглушкой это кстати ко всем относится и над ним надстройку api протестировать а потом уже логику допиливать дома в общем извините да я я понял это все таки практическая какая-то тамашка просто честно сейчас вообще не кайф делать но я бы сделал например там ну после занятий например сегодня там попозже выложу это можно сделать это практическая работа которую надо делать на паре но вам можно сделать после занятия потому что здесь видите у вас все таки порог повыше до части группы практика просто необходимо поэтому официально это практика на уроке не домашка вам можно это сделать дома мне перестать как вам куда-то и потом просто в понедельник например на паре показать я над этим подумаю давайте сейчас задание выдам и обсудим этот вопрос домашка она пойдет так им кив артур сергеевич у вас будет онлайн калькулятор теоремы и фагора да то есть у нас передаются стороны треугольника две стороны прямоугольного треугольника найти надо третью ну и соответственно там вот этот момент есть до что бывает же катеты бывает катета гипотенуза передается то есть это тоже надо указывать это во первых в запросе а во вторых вот это кстати относится и к василию и к артуру да что а нет к василию не относится относится к артуру да что может быть переданы некорректные данные что такого треугольника не существует да то есть прямоугольного треугольника с такими катетами там допустим быть не может вот хотя нет всегда может быть с катетом гипотенузы могут проблемы возникнут да то есть эту ошибку желательно тоже обрабатывать задание понятно да понятно почему я говорю онлайн-калькулятор да потому что это по сути есть онлайн-калькулятор просто реализованный в виде api так далее у нас дурнив александр николай можно вопросик да я просто свое мнение выражу вывод леониду разрешили дома делать вот для меня было бы легче ну как бы больше времени дома сделать даже что у меня не такой порог вхождения просто одну в данный момент я не сделаю это задание я усижу делаю ну то есть я сделаю минимум 10 процентов мне проще было бы сделать дома сейчас это я просто он говорю что я не сделаю его давайте эти вопросы обсудим когда я выдам остальные варианты то есть если есть вопросы подобного характера то давайте сейчас сейчас выдам варианты и мы их обсудим а пока что можете просто подождать вот так дурнив александр онлайн-конвертер единиц информации то есть это байты килобайты мегабайты гигабайты и так далее но на гигабайтах можно остановиться по принципу из всех во все то есть пользователь отправляет название единицы информации из какой перевести в какую и какое значение соответственно пишка возвращает понятно задание я задание в чатик еще пишу если что да отлично так байдан максим константинович у вас задание у вас тоже конвертер онлайн конвертер единиц из измерения веса и здесь интересно то что нужно взять конечно же стандартные миллиграммы граммы килограммы но и американские фунты граны и прочие да вот эти там например вот этот гран да это вес рисового зернышко но в общем в интернете посмотреть единицы перевода вот задание понятно да понятно отлично отлично так далее дмитрий игоревич ушкин игоревич вас будет онлайн конвертер валют онлайн конвертер валют то есть можно взять набор валют ограниченный да не обязательно все вот опять же из валюты в валюту считать вот из валюты в валюту и здесь пока что значение можно вшить в программу да но на самом деле можно делать найти там какую-нибудь опишку публичную откуда можно парсить вы же любите крупные проекты делать то есть основательно подходить и тут два варианта есть первое это вы коэффициенты валют просто вшиваете а второе это вы делаете таки прокси сервис который обращается какой-то публичная пишки там скорее всего будут валюты запозданием обновляться но тем не менее вот можно даже банально там парсить html страничку какую-нибудь через http запрос до внутри джавы ну и соответственно оттуда берете данные вот задание понятно но опять же на простом уровне можно просто вшить значение и сделать просто конвертер сложный так ну и ольга юрьевна это пишка все равно пойдет в домашку всем поэтому не волнуйтесь сейчас обсудим порядок выполнения так ольга юрьевна какой бы калькулятор вам дать чтобы он может считать ну пускай будет конвертер дат и времени сервис который позволяет находить количество ну разницу между двумя датами двумя временами ну или как правильнее сказать между двумя датами между двумя значениями времени различных единицах допустим в секундах часах секундах минутах часах минутах секундах здесь можно в общем от себя добавить но в общем основное требование до реализовать сервис который вот может посчитать разницу между двумя датами разницу между двумя единицами времени но там по сути это тоже дата просто не нулевые и значения не времени вот ну и конечно опять же вручную не реализовывать использовать встроенные механизмы джава для того чтобы разницу date time difference date time offset какой-нибудь найти вот и все это реализовать надо в виде api так теперь давайте вот так как у вас класс все в классе собрана я сделал пакет нормально или нет я вот уже нормально дала вот он ну все вопрос тогда нет потихоньку буду делать нормально я поместил это в класс для того чтобы просто это более компактно было для примеров также можно рекорды попробовать использовать но можно дома попробовать заменить месседжи на рекорды вот я просто к тому что вы уверены в том что после первой лекции вы сможете это дома сделать и что у вас будет время на это вот но мне дома проще делать у меня больше времени чем сейчас я буду в гонке что-то пытаться сделать и так вы не понимаю я не сделаю вы не гонитесь вы просто начните я не говорю что это надо сделать до конца пары нет надо взять задачу рассмотреть ее задать вопросы о том что непонятно начать готовить структуру да для проекта создать проект написать банально пинг потому что вы вот сейчас пинг напишите вы сделаете сейчас не саму задачу да сделайте там сообщение пинга и попробуйте отправить пинг протестировать может у вас там вылезут сейчас сразу ошибки а мы их бац и оперативненько решим все вместе вот то есть смотрите на план да то есть начнем давайте с написания пинга и статуса сервера потом окей если вы успеваете сделайте интерфейс логики сделайте имплементацию с заглушкой да который там всегда отправляет одно и то же значение попробуйте его привязать через конфигурацию и протестировать опять же вот так что как то вот так ну и соответственно если проблемы будут возникать то вопросы можно задавать что-то у нас зв зарапи сохранять не нужно давайте поработаем немножко что у нас может бонусное задание пойти разве что написание тестов да окей окей данное задание пойдет в домашнюю работу тоже надо будет делать делать по вариант я варианты пропишу то есть вы можете их не ничего страшного если забудете какое у вас было задание то есть еще раз пропишу пропишу ход работы вот опишку надо будет сделать при этом не запрещается ее усовершенствовать главное сделать ядро основное поводу публикации так как это опубликовать у нас же получается что пары то не выставлены пару за понедельник я отправил то же задание что и в среду потому что домашку надо было выложить но я вам на самом деле скажу честно там за меня мупы это сделали вот видимо перестраховались чтобы пару все равно отметить вот то есть там просто та же самая домашка ее просто повторно отправить надо со среды которая вот про репозитории я могу скинуть ее в WhatsApp а в журнале в понедельник просто опубликую на паре вот чтобы вы могли ее отправить ну и домашки тоже сейчас вот буду проверять после пар вот 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 в вот объект Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Просто хотя бы начните сначала сделайте пинг Я скинул в примере архивчик вот этот пакет То есть его можно открыть отдельно Отдельно его открыть, не запускать Если надо, могу скинуть целиком весь проект Это просто Spring Web Application В принципе, кто пинг сделал, может сразу и скриншот скидывать пинга С одной я примерно буду видеть прогресс Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Прошу прощения, что-то я чаем подавился Неожиданно Покраснел как помидор Извините, если это было громко в микрофон Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На вопросы по базам отвечаю просто Субтитры создавал DimaTorzok О, Ольги, Pong работает, а почему Pong 1? Мне надоело писать просто Pong Поэтому Pong 1? Да, хоть какое-то разнообразие Звучит как троллинг Ну, то же самое Hello World Это же штука, которая подтверждает, что Просто сервер работает, сервер доступен И а Hello World это Немножко другое Это когда мы Ставим инструмент какой-то Да, и нам надо проверить, что Он в принципе нормально поставился И работает Ну, вот Василий уже Как бы Pong реализован King Pong Что у нас впереди еще авторизации Экшены, хэш-коды Proxy А что у вас за проект дипломный Про который вы говорили Вы же тему так и не озвучивали Мне, по-моему Это вы мне? Да А, так я еще выбираю У меня срок до 1 ноября По моим планам выбрать тему Странно Вы приспрашивались про то Что большой проект будет Что в команде разрабатывать Просто для меня это звучало так Как будто вы уже знаете Что за тема будет Нет, я просто узнавала Вообще возможно ли Допустим Такое И что И как Понятно То есть конкретики никакой Я тогда сразу же сказала То, что это Не конкретно Просто есть идеи И возможно было бы Это или нет И все Мне кажется В нашем случае Конечно Более правильно Делать проект От и до Чисто Самим Чтобы Был виден И прогресс И Понимание Наверное всего Да В этом обучении Действительно Я тоже Настаиваю Я больше склоняюсь К самостоятельному Выполнению Лучше Сделать Минимально Жизнеспособный Продукт То есть Окей Там возможно В проекте Чуть побольше Описано Да Но там Часть функций Допустим Не реализована Но сам проект Работает Да С ограниченным Функционалом Ну конечно В меру Ограниченным Не так Что там Типа Огого Должно быть А по факту Вот Так как Сейчас В примере Нет конечно Но Можно Сделать Какую-то Часть Большого Проекта На защите Описать Потенциалы Развития Вот И конечно Это лучше Ну и плюс Командную Разработку Если брать Полноценную Командную Разработку То мы Ее просто Не вывезем Пока что Потому что Командной Разработке Нужно Иметь Руководство Постоянное Вот Ну и все Итерации Там Проекта Они сильно Затягиваются Ну и опять же Опыт Говорит о том Что в процессе Обучения Командная Разработка Выливается В перетягивание Одеяло Прежде всего Навыком Разработки Навыком Программирования По части Командной Разработки Тут Сколько Не учиться Пока В реальном Проекте Не начнете Работать Все равно Понимания Не будет Специфики Командной Разработки Артура Получилось А рекорды Кто-нибудь Использовал Надо Тоже Подумать Над проектами Я Конечно Парочку Тем Выкачу Посмотрим Что Можно Реализовать Я бы Еще Рекомендовал Со знакомыми Предпринимателями Пообщаться Так Вот Максим У вас Not found Возвращается То есть Вы Все Сделали Контроллер Поставили Да Спринг Поставили Он Пишет Not found Да Чем Может быть Проблема Почему Not found Давайте Посмотрим Ваш Код Сейчас У нас Время Есть Еще Решать Эту Проблему А мы На прошлом Занятии На чем Остановились На том Что Мы Это Позже Посмотрим Или На чем Вест Маппинг Пинг Такой Мой Код Скопировали Все Ай Ай Ну ладно Так Тоже Допускается Потому Что Это Разбор Давайте Посмотрим Логи Вниматель Можно Я Тоже Скажу Возможно У Максима Ошибка В том Что Логика И сервис Не лежит В пакете В основном Который Ком Экзампл Если Вот эти Два Пакета Засунуть В ком Экзампл То Проблема По идее Будет Решена А Кстати Да Кстати Да Надо Теперь Немножко Ну и Аб Конфиг То же Самое Да Да Артур До свидания Домашка Будет Опубликована Артур Уже Убежал Но Надо Теперь Это Аб Конфиг То есть Все-таки Когда мы Создаем Приложение Мы Создаем Пакет Приложения И Это Топ Левел Пэкедж За его Пределы Выходить Нельзя Вам Теперь Импорты Надо Поправить Да Не Поправились Все Вот Он На Аннотацию Ругается Наверное В Аб Конфиг Там Какие-то Проблемы Есть Вот Его Написать Надо Не Не Она Не Будет Работать Надо Аб Конфиг Написать Или Просто Закомментировать Пока Что Просто Закомментировать Объект Сервиса Пока Просто Пинг Тестируете Пока Его Закомменти Отлично Ольга Совершенно Верно Сказала Давайте Скажем Ей Спасибо Да Спасибо Большое Вот Так Просто Сегодня У детей Еще Питон Ввел А Нет Не Питон Питон HTML У Них Вел Мощная Группа Тоже Вот Вот В этом Приложении В этом Запросе Который Статус Да Хорошо Бы Какую-то Стату О системе Не о системе А сервере Вывести Да Что он Окей Что у него Такой-то Порт Да Соответственно Порт Попробовать Извлечь Фактически Да Из конфигураций Вот Можно Ипишник Вывести Реальный Тут А можно просто сказать, что типа сервер из ранинг Можно там мануал Выводить Различный Надо книжку зафиксировать Отправлю скриншотик А я еще хотел спросить Вот мы работаем сейчас на mysql Есть ли желание попробовать другую базу Например, Postgres или MariaDB Вы же понимаете, что разницы особой в написании приложения не будет Но Postgres, окей Попробуем Но уже в докере Потому что Postgres образов много Вот Их очень много Потому что Postgres это open source Который разрабатывают Да Много реализации Можно попробовать Postgres Аmssql не хотите? Но, блин Если в вакансии написано Postgres А вы знаете mysql То вы можете смело на эту вакансию откликаться Ну, конечно, если это June Да Все-таки если там middle И там упор именно на базы Конечно Надо Либо разбираться в Postgres Да Чуть поглубже Либо подготовиться соответствующим образом Ну, Postgres так Postgres, да Еще можно MariaDB попробовать А я даже думаю, что Ну, гетерогенные системы мы разворачивать не будем Распределенные Это просто-напросто в программу не входит Да и У нас не получится Да Не успеем Просто можно попробовать сделать сервис, который Имеет возможность Подменять базы То есть работать там, допустим, на Одной Потом на другой По поводу конвертера моего Мне сразу выводить Ну, у меня там перевод Единицы измерения весов Мне Сразу выводить То значение, которое вводит пользователь Во все возможные форматы То есть, допустим, вводит граммы Я там Миллиграммы, килограммы Тонны и все такое Или же выбрать должен пользователь Или мне это придумать самому Или есть условия Нет, условия есть Обязательно должен быть запрос Где пользователь Отправляет Название единиц В какой он передает И название единиц В какую надо сконвертировать ему значение Вот Хорошо И значение Подождите Соответственно Программа выполняет одну конвертацию Из нужной единицы в нужную Вот Это обязательно Дополнительно Вы можете сделать метод Который Допустим, получает Название единицы Измерения И саму эту единицу Измерения И возвращает Во всех форматах Уже Во всех известных серверов Вот То есть Дополнительно Можно сделать такой метод Но основной Это чтобы мы Конкретную единицу В конкретный формат Переводили Я понял Хорошо Спасибо Да Пожалуйста Спасибо Такой опишку Да Ее Сложно Написать В принципе Через Неделю Да В субботу А нет В пятницу Или в субботу Я там уже не помню По-моему В пятницу Будет второе Такое же занятие Для Второй Половины Группы Поэтому Можете В пятницу Приходить Тоже С вопросами По Опишкам По этой Задаче Конкретно Можно и Раньше Вопросы Задавать В пятницу Просто Опять же Будем этим Заниматься Со второй Половиной Группы На экзамен Наверное Все-таки Лучше брать Какое-нибудь Бизнес Приложение Потому что В комиссии Работодатели Могут Присутствовать Вот Если вы Там Какой-нибудь Не знаю Мат-модуль Реализуете Там Апишку Конечно С точки зрения Разработки Это будет Очень интересно С точки зрения Потенциальных Работодателей В джаве Конечно Им нужно Бизнес Приложение Вот Бизнес Приложение Это что Какой-нибудь Интернет Магазин Ну В том числе Бизнес Приложение Подразумевает Собой Софт Который Автоматизирует Бизнес Процессы Внутри Коммерческих Компаний Берем Любую Коммерческую Компанию Магазин Как сделать Так Чтобы Было Проще Оформлять Заказы Выполнять Заказы Отслеживать Их статус Там Всякие Бонусные Системы Все это Проще Автоматизировать Если есть Допустим Приложение Да Или Сайт Бэкэнд Да Также Это Может быть Работа С документами Ну Любую Компанию Любую Предметную Область Брать Сделать Под него Бизнес Приложение Примеры Я Прям Могу Привести Есть Различные Методички Вот Например Политех Одна Пожалуйста Страховая Компания Реализация Продукции Ведение Заказов Курсы Какие-то Структура Университета Грузовые Перевозки Прокат Автомобилей Выдача Кредитов Парикмахерская Химчистка То есть Вплоть до Того Что Реализация Реализация Сервисов Именно Для Каких-то Конкретных Областей Колл-центр Бронирование И продажа Билетов Онлайн Система Скорая Помощь Заказ Такси Вот это Все Бизнес Приложение Потому Что Данный Софт Он Ориентирован На Автоматизацию Процессов Происходящих Внутри Деятельности Какой-либо Компании Компании Могут быть Коммерческие Некоммерческие Ну конечно же По большей части Это коммерческие Компании Вот Хотя у нас Последнее время Государство Тоже достаточно Так Ответственно Относится К сфере Айти Поэтому Разрабатывать До ответственности Вот вы говорите Сегодня же С утра Там Была небольшая Конференция По поводу Сборщика Мусора Интересно Да Чувак там Рассказывал Про сборщик Мусор Ну пытался Рассказывать В принципе Лекция Получилась бы Хорошая Если бы Два но Во-первых Он планировал Это на час Но Тема за час Как бы Не уложилась То есть Там надо было По хорошему Либо пока Ты не расскажешь Полностью То есть Часа полтора Там два Либо не стоило Это начинать На мой Субъективный вкус Скажем так А второй вариант Он выбрал Этот Яндекс Что-то там Конференция Или как он там Называется Яндекс Мост Это Который постоянно Отваливался Там звук Пропадал Его дисконнект И так далее Это вот Как раз К тому Что государство Ответственно Относит В этот Яндекс Бух Алихерову Извините Меня Гору денег Сколько им там Год И всего давали А в итоге Ничего сделали Поделили компанию Напополам И все самые нормальные Передовые разработки Уехали в Израиль А нам оставили Колл-центры Отличный план Государство Молодец Умею вкладывать Деньги В IT Ну Тут видите У нас тоже Сегодня была Конференция И у нас На конференции Присутствовал Наш Министр Министерства Как там Цифровизации Цифрового развития Алтайского края Вот В общем Дядя Который был Деканом Когда-то Моего факультета Я его еще Застал деканом А сейчас Он Министр Края Вот И ему Задавали Такие Провокационные Вопросы Он так Умело На них Отвечал Вот То есть Тут Конечно Это Слишком Кажется Критично Так Говорить Но Не знаю Меня не было На метапе К сожалению То что Отваливается Да Это Можно Сказать Что Задать Резонный Вопрос Вот Понятно Что Яндекс Это Корпорация И Соответственно Там Все Решается В Году Тому Как Это Должно Работать Да Чтобы Это Приносило Деньги Прежде Всего Да Вбухали Кучу Денег Можем Вспомнить Тот же Майлру На который Можно Наговорить Но Мы Всегда Будем Говорить Что Посмотрите На наши Госуслуги Да И Я Непосредственно Работаю Рядом С Разработчиком Аутстав Который Госуслуги Разрабатывает Как Б Работа Ведется Хорошо Вот у Человека Потому что Видите Государство Не может Все Отслеживать Понятно И все Идеально В принципе Быть не Может Просто В последнее Время Действительно Отношение К Программистам К 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 Ну а Про Лекцию Это Конференция Это Метап Или Конференция Как Это Называлось Что Подразумевает Формат Метап Ну метап Это Понятно Встреча Как Она Анонсировалась То есть Одно Дело Если Это Лекция То есть Если Это Лекция Где Докладчик Должен Прочитать Определенную Лекцию Рассказать Тут Конечно Ждания Такие Что Мы Должны Что-то С Не Унести А Если Это Формат Конференции То Чем Он Отличается Он Отличается Тем Что Докладчик Делится Какими-то Достижениями Рассказывает Что Есть Такие-то Люди Разрабатывают То-то То-то Вот Или Там Дают Обзор Предметной Области Чтобы Потом Им Задали Вопросы Они Эти Вопросы Проанализировали После Метапа Сделали Определенные Выводы Чтобы Те Кто Задает Вопросы Определенные Какие-то Вещи Услышали Их Интересующие Вот Ну конечно Сборка Мусора Это Такой Важный Момент То есть На позиции Выше Джуна Надо Все-таки Разбираться В том Плане Как Работает Сборщик Мусора Вот Там Есть Много Нюансов Да У меня Нету Не было К докладчику Претензий По поводу Того Как он Рассказывал То есть Он довольно Интересно Рассказывал Да Там Пытался Показывать Графики И прочее То есть Ну то Что ему Там Яндекс Все Попортил Скажем Да Просто Мне кажется Что Там И так Небольшая Тема И Как бы Из-за Вот этих Вот проблем Он там В час Не уложился Но я так понимаю Он не собирался В час Укладываться Просто Мне кажется Этот Митап Мог пройти Полтора Часа И не Разбивать Его На два Скажем Так На две Встречи То есть Я так понимаю Во второй Встрече Там Будет Он Просто Расскажет О том Какие Разборщики Мусора Есть Там Их Четыре По моему И еще Там Что-то Грубо говоря И Я просто Честно Не вижу Смысла Делать Из Этого Две Встречи Понятно Сугубо Мои ощущения После того Как прошла Встреча А так Я говорю Вообще На самом На самом деле Если доклад Длится Дольше Десяти Минут То С Десятой Минуты Достаточно Большая Часть Аудитории Начинает Спать Если Доклад Длится Дольше Десяти Минут Тем более Если Это Такой Доклад Где Вовлеченность Отсутствует Мы Когда На лекции Встречаемся Иногда Уже Знаете О чем Будет Лекция Что Будет Изучаться У нас Тоже Такое Бывает Я Прекрасно Об этом Знаю Что Думаете Я на лекции Не ходил Вот Ну и Соответственно Полтора Часа Конечно Трудно Выслушать Иметь Нить Переставания Да Ей Следовать Все Время Не все Могут Но Все Равно Такие Мероприятия Стоит Посещать Потому Что Опять Ж Какая Информация Усваивается Возникают Вопросы Возникают Какие То Идеи Да Поэтому Сходили Сходили Вот Этот вопрос Надо было Ему задавать Он же Если От Яндекса От Яндекса Получается Был Или там Он От Академии От какой Академии Непонятно От нашей Или от Яндекса Ну вот То есть Можно было Задать Такой Вопрос Что Так и так У нас Там Ну Трудно Сказать Вот у нас Сегодня Этот министр Выступал Рассказывал Про поддержку Айтишников Один Студент Прямо Спросил Вот Типа Я студент Там Третьего Или четвертого Курса Правда Это не Наш Студент Был Вот Ну В смысле Не наш В смысле Не из Политеха Не спи И он Спросил Прямо Вот Я не могу Типа Найти Работу Потому что Типа Не знаю Куда Везде Нужны С опытом Прямую В лоб Спросил Он Ему Ответил Да Много Вопросов Про армию Были Было Про льготы Например Соответственно Надо Как-то Было Задать Этот вопрос Если он Вас Волнует Но Вам Скорее Сего Это Понимание Пришло Уже После Конференции Да Нет Он Меня Не Волнует Я Просто Пока Мы Тут Сидим Решил Скажем Поделиться Ощущениям От Посещения Метапа А не То Что Он Меня Прям Как-то Сильно Волнует Только Ради Этого Потому Что Он Мне Там Спать Не Дает Ну В общем Все Равно У нас Гос Сферы Стали Лучше Относиться К Разработчикам Причем Есть Определенные Госферы Где Это Очень Востребовано То есть Те же Самые Различные Иннополисы Да Вот эти Все Кранты Поддерживаются Это Все Есть Конечно Там Упор В Науку Делается Но В том Числе И Поддержка Бизнеса То есть Решите Вы Там Допустим Открыть IT Бизнес Да Сделать IT Компанию Там Организовать Поучаствовать В организации Тоже Есть Различные Поддержки Вот Ну А там Опять же У кого-то Получается У кого-то Не Получается Потому Что Все Идеально Быть Не Может Я В этом Плане Не Предприниматель Я Ищу Комфортную Компанию Для Себя А Я Сегодня Кстати Тоже Спросил Вопрос Про IT Ипотеку Я Тут IT Тысячи Больше Зарплата Да Должна Быть Да Там Много Интересных Вопросов Но У нас В регионе Вроде Как Сейчас До Снизили Вот Но В моем Случае Проблема Не в Зарплате А проблема В том Что я Подал Заявку Окей Все Проходит По всем Параметрам Мне Мне Банк Отвечает Предоставьте Но Они Сначала Написали Типа Скиньте Документы Там Паспорт Военник Или Приписное Вот А у Меня Приписное Я Еще Не Служил Вот У Меня Не Косил Не Служил Просто Отсрочка По Учебе Потом Вроде Как По IT Хотя У У меня На самом деле Сейчас Официально Отсрочка По Магистратуре Идет Вот Но И Войти Списках Тоже И Мне Банк Благополучно Ответил Что Скидывайте Военный Билет Либо Скидывайте Официальную Отсрочку До 27 Лет То По Сути Белый Билет Ни Того Ни Другого Нет Военкомате Я думаю Если Я Приду И Скажу Дайте Мне Отсрочку Официальную Меня Просто Пошлют Вот Ну А Смысл В том Что Вам Одобрена Заявка А По Факту Говорят Давайте Военник Вот Либо Ждите 27 Лет Это В Альфе Альфа Альфа Да У нас Тоже С Женой Зарплатные Карты Альфа И Вся Фигня Они Очень Много Чего Предлагают Дом РФ Которые Ну Это Типа Типа Банка Организация Там Создана Государством Для Развития Строительства Ипотеки И прочее И у них же Есть Типа Банк Дом РФ И вот Они Типа И семейные Дают Пониже Процент Игодные Попробуйте Там Может Быть Ну Я этим Вопросом Буду Заниматься Плотно Когда Соберусь Прям Соберусь Часто Так В перспективах Ну Как бы Если бы Дали То Понятно Что Можно Но Просто Смысл В чем Я У этого Министра Нашего Кстати Дядя Очень Крутой На самом Теле Прямо Спросил Вот С одной Стороны Есть Условия Но Он же Сам Сказал Про Льготы А с Другой Стороны Есть Вот Такой Ответ Банка Да И Типа Что Делать А Он Ответил Что По Идеи Если Все Условия Соблюдены Они Не Должны Отказывать Вот Но Они Банки Часто Эти Условия Могут Нарушать Индивидуально То есть Когда К ним Приходит Проверка Допустим Из тех же Министерств Они Говорят Что Да Вот Все Мы Делаем Все Даем А По Факту Банки Могут Свои Внутренние Решения Применять Ну Сказал Что Можно К ним В Министерство Прийти С Обращением Официальным То То Здесь тоже На вопрос Провокационный Действительно Потому Что Он Сказал Про Льготы А я Сказал Ну Вот Льгота Есть С одной Стороны А с Другой Стороны Я Такое Получаю Кстати Вот Про Этот Дом Руда Или Как Дом Клик Или Дом РФ Я Где-то Видел По-моему Что-то Такое Или Слышал Может Быть Даже Сегодня Посмотрю Ну По Банкам На самом Деле Они Вообще Делают Что Хотят Например Те же Там Кредит Там Типа Можно Отказываться От Страховки Якобы Да Но По факту Тебе Ни хрена Не дадут Если Эту Страховку Не Оформить Ты Типа Не Можешь То Ты Хочешь Взять Например Абстрактно 400 тысяч На гараж Они Говорят Мы Тебе Дадим Но Со Страховкой Еще Давай До свидания Голубец Накрыл И Ни Один Банк Тебе Так Не Даст По факту Они Тебе Отказывают Не Потому Что Ты Не Хочешь Брать Страховку Просто Потому Что Не Тебе Отказать И Ты Нигде Не Добьешь Никуда Ты Не Пойдешь Не Напишешь Жалобу Тебе Скажут То Коммерческий Банк До свидания И Даже Тот Жбер Который Якобы Государственные Миндии Так же Скажут Иди Ко Ты Ну Да Это По сути Коммерческие Организации Вот Да Ну Я тоже Уже Со всем Этим Столкнулся Забавно Забавная Ситуация Мы Тут Тоже Недавно Смеялись Всем Отделом Мне Прилетает Я тут С почтобанка Тоже Угораю Нужна Была Этная Сумма Денег Подавал Заявки Вот В Почтобанке Одобрили Заявку Но Урезали Сумму Кредита Всего Лишь Там До 300 Тысяч Хотя Надо Гораздо Больше И Как Они Мне Не Пытались Его Втюхать Я говорю Вы че Мне Не Нужно Столько А Сегодня Вообще Была Хохма Знаете Кредитки Сейчас Везде Публикуют Представляете Почта Банк Одобрил Кредитную Карту На Целых 10 Тысяч Рублей Представляете С лимитом 10 Тысяч Рублей Просто Я Не Знаю Даже Что Что Думать Забавно Ладно В общем Апишку Можно Доработать Дома Нужно Доработать Дома Задание Я Публикую То есть Я Сейчас Напишу Сформулирую Требования Еще Раз Варианты Пропишу Требования Не Изменятся Я Просто Продублирую Все То Что Было Написано Выше Вот Все Что Было Описано Для Задания Соответственно Оно Сохранится Я Скину Ватсап Ну Для Того Чтобы Не Потерять А в Понедельник Еще Это И В Домашку Выложу Там Сейчас Со Страховками Схема Такая Что Без Страховки Да Либо Не Дают Либо Вырастает Процент И Там Бывает Что Потом После Отказа От Страховки Да Тоже Процент Вырастает То есть Банк Сохраняет Понимаете Ольга В чем Проблема Они Там Все Хитро Ты Например Приходишь Банк Консультироваться Вам Там Девочка Которая Сидит Говорит Одно А потом Ты на следующий День Приходишь Два Дня Как Выгрыть А там Уже Девочки Нет Уже У нас Не Работает У нас Вот Такой Случай Был Брату Взяли Деньги На Гараж 400 Тысяч 520 А Потом Приходим Тоже Подумали Заранее Закроем Чтобы Эту Страховку Не Брать Переоформить А у Нельзя Если Вы Отказываетесь От Страховки То мы ее не возвращаем Или возвращаем Там через 3 месяца Через полгода Или через год Или еще Как-то Кончения И Понимаете На них И управа Ни хрена Ничего не найти Всем вообще По барабану Абсолютно Ну я не знаю Может быть Конечно Это чисто У нас Какой-то Такой Случай А в Общей Схеме Это По-другому Ну да В договоре Вот у меня Тоже Сейчас Крупный Кредит На Ну не Крупный Такой Средний На Машину И там По страховке Пожалуйста Досрочно Если Погасить Оставшуюся Часть Страховки Можно Вернуть Прям Прописано Интересный Разговор У нас Пошел Можете Еще Пообщаться Ольга Там Что-то Сказать Хотела Мы Делали Так Там Фишка В том Что Получается Приходишь Сразу Соглашаешься На все Условия Потому что Если Ты Начинаешь Просить Допустим Отмену Какой-то Страховки Вообще До Оформления Ставка Вырастает Неимоверно Там Такие Конячие Проценты Выходят А когда Соглашаешься На все Отказ По закону Они должны В течение 30 дней Деньги вернуть По всем Страховкам По всему И получается Там переплаты Совершенно Копейки У них В договоре Прописано Получается Повышение От 0.2 До 13 До 30 Процентов Но опять же Ссылаясь на законы Которые уже есть По всем этим кредитам Они не имеют Права Единоразово Повышать Более чем На 0.2 Процента Оттуда Все эти цифры Идут Мы так Уже Раз в пять Делали Вообще У меня Есть Ну Бывший Коллега Знакомый С которой Работал Взрослый Дядя Они там С женой Квартиры Недвижимость Все это Дело Покупают У него Философия Такая Что Кредиты Это круто Надо брать Кредит На максимальный Срок Вот И Не закрывать Досрочно А копить На закрытие На счете Потому что За счет Инфляции Кредит Дешевеет Со временем Вот Такой Подход Знаете Последнее Скажу У нас Друг Женой Учился На банковском Деле И Вот У него Такая Философия Вот У меня Типа Есть 40 тысяч На руках Вот У него Там Есть Кредит 60 тысяч На руках И Есть Наличные Там 40 тысяч И Говорит Я Вот Сейчас Типа Не Буду Как А Он Говорил Что Я Вот Эти 40 тысяч Сейчас На счет Положу Буду С них Типа Проценты Получать А с Процентов Там Платить За этот Кредит Ему Жена Говорит А ничего Что Типа Ты Проще Эти 40 тысяч На кредит Положи Закрой И У тебя Типа Состаточная Сумма Там С этих 20 Процентов Меньше Процентов Будут Два Человека Учились В одном Грубо говоря Лицее Банковском И он Считает Что С денег Который Он Положил Процентов Будет Больше Чем Банк Будет Брать С Кредита Центов Понимаете Как У нас Люди Учатся Ну Тут Логики Нет Тут Понятно Да Что Вклады Они Конечно Меньше Дают Ладно Давайте Если Вопросы Есть Задавайте Если Нет То Мне Надо Уже Идти Потому Что У меня Сейчас До Свидания Я К переезду Готовлюсь До Свидания До Свидания Продолжение следует